Здравствуйте, дорогие гости моего канала, особенно друзья мои, подписчики, те, кто пишет, кто читает, кто смотрит, кто благодарит, подписался, кто ставит лайки. Это как бы такая необходимость. Она радует, греет душу. Итак, август месяц 2019 года я хочу сделать. Сегодня еще только февраль, поэтому у вас будет достаточно времени к этому подготовиться. Ну вот, весна прошла, лето прошло. Вообще мы вступаем в такое вот осеннее, скажем, действо. Август особо никаких хлопот никому не доставит, кроме, конечно, общественных каких-то отношений. Они будут менее успешными. Может быть и агрессивность, и грубость. Но я думаю, что это связано прежде всего с тем, что мы, к сожалению, славяне на постсоветском пространстве привыкли работать. Вообще не работать. Вот август мы еще отдыхаем, с сентябрь мы еще раскачиваемся, потому что у нас вроде дети идут в школу. И не важно, что это не наши дети. Главное, что сентябрь пришел, вот детей отправят в школу, а потом мы начнем делать какие-то проекты. Но, к сожалению, ничего изменить мы с вами не можем. Это уже выработанная, скажем, такая узаконенная лень или время не поработать веками. Делайте планы, подготавливайте. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете со мной связываться. На сентябрь месяц можно будет заказывать даже собственные прогнозы. И первый знак овен у нас. Что касается овнов, то я хочу их поздравить. Август может быть очень таким продуктивным, хорошим таким стартапом для каких-то мероприятий. Особенно для проявления своих творческих способностей, для проявления себя любимого. Вот очень хорошее время, поэтому, тем более, что август это еще друг, собрат, лев на арене вселенной. А вы тоже знак огня, поэтому это очень-очень хорошее время. Я бы даже не рекомендовала, может быть, куда-то ехать, отдыхать, а поработать в это время. Хотя, если нужен отдых хороший, то почему и нет. Вот просто астрологическая обстановка настолько обнимет овна и начнет его каким-то образом поднять. Она начнет помогать в организаторских делах, в проведении каких-то коллективных мероприятий, как я сказала. Вот именно работа в таком вот коллективе. Ну что, можно достичь, как я уже сказала, всего этого некий будет желаемый результат. Но, по крайней мере, почему бы и не попробовать начать реализацию своих собственных планов. А август месяц, многие ждут сентября у нас, да, когда дети пойдут в школу. И не важно, что это не их дети, но, к сожалению, это уже данность. Вот как весна, осень, зима у нас приходит, так у нас приходит август, и мы еще ждем сентябрь. На протяжении августа месяца, возможно, какие-то просто неожиданные встречи с людьми. Я бы сказала, даже это некая такая старая любовь может появиться у вас на горизонте, да. Но должен же быть какой-то такой. Ну, коль уже давать, так давать уже вселенная решает. Дать все, возьмите. Это, конечно же, перевернет, затронет, вернее, струны души, потому что это будут люди, как правило, противоположного пола, которым вы питали какие-то очень страстные чувства. Но, что интересно, что это будут часто те люди, с которыми были у вас связи, и те, с которыми вы хотели иметь связи. Так вот, будет время, что те, особенно те, кто отказал, возможно, где-то чуть-чуть ушел в сторону, ну, может быть, был кто-то у них другой, то вот в этом августе месяце они будут не прочь, скажем, с вами закрутить такой романчик. Что хочу? Ну, вот для овнов это очень-очень актуально, особенно несколько лет. Смотрите своих близких, смотрите свою половинку. Не важно, что она там, может быть, вам кажется такая-сякая. Поверьте, пройдет время, и вы будете жалеть, если вы потеряете семью. Видите, ну, хочется, не хочется, чтобы разрушалось то, что для камней строилось. Потому что у овнов идет такая вот тенденция, что если они рушат, то рушатся не просто семья, рушится вся их жизнь. И, в общем-то, они как бы остаются на обломках истории. Ну, вот так. В крайнем случае я вижу вот судьбу овнов. Особенно дело в том, что овны за всю свою жизнь, они настолько переплетаются со своим партнером по браку, что уже не отличить, где рука овна, а где чья рука нога. Особенно вот в каких-то деловых отношениях, даже в бизнесе. Что еще? Обратите внимание на своих деток. Особенно самые маленькие. Это могут быть детки. Это могут быть ваши братья-сестры. Ну, и, конечно же, ваши родные, близкие. У вас, овны, дорогие, очень красной линией идет помощь близких вам оказанных. Особенно каких-то родственников. Когда вы нуждаетесь, какие-то финансовые неурядицы. Я думаю, что вы уже это прочувствовали. И, в общем-то, они были первыми, кто отозвался. Некоторые овны продолжат получать, сказать приятные, ну, пусть будут приятные, извиняя о наследстве. Потому что у многих овнов эта тема проиграется. Это могут быть какие-то завещания. Это могут быть люди, которые ушли, может быть, до, уже давновато. Но, как может, это все вот так вот, как на блюдечке с голубой каемочкой, оно вам вернется. Возможно, кто-то откажется в вашу пользу. Ну, и совместный отдых, участие в развлекательных мероприятиях. Это очень сблизит вас с вашей семьей, с вашими близкими. Удачи. В август 19-го года. Мои дорогие тельцы, трудяги. Ну, вы знаете, да, что уже практически на 7 лет к вам пришел уран. Уран, планета неожиданности, держитесь. Потому что ни один астролог не может предсказать. Он может только предположить или сказать вам, какой дом вашего гороскопа урана пришел. Но и это, в общем-то, достаточно, скажем, вообще уран это, ну, вы знаете, ну, вот, я не знаю даже с чем сравниться. Ну, давайте рассмотрим август. Астрологическая обстановка в августе. Скажем так, вас повернет больше к решению личных вопросов, связанных с семьей, с родственниками, с детьми, со второй половинкой. Возможно, что-то вы будете решать на семейном совете. Какие-то проблемы рода придется решать. Потому что именно к вам, без вас, ну, ничего не сдвинется и ничего не будет решаться. Вы сильный, прагматик такой, стратег. Вот вам надо будет это все решать. Вообще все, что будет происходить в августе месяце, достаточно такое будет. Я не хочу сказать, что это будут судьбоносные какие-то события, но, опять же, все зависит от того, в каком году вы родились. Это дата, это, ну, вы понимаете, да? Это очень много надо вот, даже время, даже несколько минут, они очень играют большую роль. Дорогие тельцы, если конфликт будет касаться ваших старших родственников, это могут быть братья, сестры, это могут быть родственники, это могут быть какие-то бабушки, дедушки. И если вы будете, вы знаете, что вот как-то вот получится, что косвенно, так или иначе, все равно вы в него будете втянуты. Конечно, надо примириться, а более того, я бы сказала, что провести анализ. И если в этом ваша вина, то, конечно же, надо вот в это каким-то образом войти с головой и это все, не теряя разума, это все разрулить. Надо примирение. К сожалению, вот потеря вот такого вот связи и рода, она немножко теряется. У тельцов по-другому. Некоторые тельцы, наоборот, пытаются уйти, а их держат, но одержат в основном благодаря тому, что у тельца в данном случае, мы говорим о тельцах, есть там какой-то коттедж, есть какая-то, может, машина, какие-то сбережения. Ну, вот эти вот корыстные мотивы, они очень-очень тесно прослеживаются именно в жизни тельцов. Вот их держат и любят за это очень сильно, что у них что-то есть, возле их можно погреться. Никто не думает о том, что бедный телец уже, наверное, около двух лет сам не может никак войти в коленю и он готов работать, дайте плуг. В домашних условиях придется, ну, вы знаете, что я хочу сказать, что тельца удержать в каких-то рамках дома, это же невозможно. Но именно в августе месяце все же тельцы найдут несколько дней, может быть, даже неделю, чтобы провести дома. Причем они дома не просто будут сидеть, лежать на диване, а они будут наводить порядок в каких-то своих старых делах. Возможно, кто-то вспомнит какого-то дедушку, бабушку, ему захочется не только вспомнить, посмотреть. И, в общем-то, если будут какие-то фотографии, какие-то видеозаписи, если это были женатые стрельцы, им захочется пересмотреть даже видеозапись, если она есть в своей свадебной вот этих вот действий. Но это, в общем-то, неплохо, это хорошее время для переосмысления прошлого и идти дальше. Сентябрь можете посмотреть, он уже у меня есть на аккаунтах, поэтому удачи. Дорогие близнецы, август месяц 2019 года. Пожалуйста, слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну что, близнецам август месяц принесет много общения в разных проявлениях. Я очень этому рада. Лед тронулся, господа народные заседатели. Велика вероятность встреч с бывшими друзьями, одноклассниками, кстати, что немаловажно. Будет интересно пообщаться, услышать какие-то новости. Возможно, кто-то что-то предложит или же вы кому-то что-то предложите. Ну, скажем, вот это вот детство, в детство вы окунетесь с головой. Это будут продолжительные беседы, свидания, воспоминания. Ну, почему бы и нет. Некоторые из старых приятелей, которые появятся в вашей жизни, они вам предложат возобновить близкие отношения. То есть, есть такое выражение, старая любовь не ржавеет. Вот это вот можно смело делегировать вам, дорогие близнецы. Поэтому будьте внимательны. Те мальчишки, девочки, которые с вами в школу ходили, они выросли. Они стали достаточно интересными, красивыми, самостоятельными, что не важно. Поэтому я думаю, что у вас немножко изменится и ваше материальное отношение в августе месяце. И это не потому, что вы встретитесь с одноклассниками. Конечно, где-то что-то с кем-то у вас завяжется, у них какие-то, если это вы работаете, можете что-то им предложить, что-то связанное с бизнесом. А возможно, и они вас могут пригласить на работу. Но, чтобы я рекомендовала, вы очень-очень тщательно думайте и взвешивайте. Потому что вот такое вот, это не тот Вася, Маша, которые были в школе, и если они вам предложат работу, то, конечно, они с вас будут и требовать. Дружба тут уже не пойдет. На ней вы не выйдете. Поэтому думайте, что еще. Старайтесь использовать свое свободное время как-то эффективно. Почему? Потому что у вас еще есть вот некие такие дела, которые почему-то вот в августе месяце они будут отходить на задний план. Я скажу больше, некоторые близнецы вообще о них забудут. Ну, бывает такое, что вот надо было там что-то кому-то позвонить, что-то сделать, забыл. Все, ушло. Отдохнул и все. Потом только ай-яй-яй-яй-яй. Если у вас появится возможность, если вы будете настроены отдохнуть от отдел, то есть у вас отдых или еще что-то, то, в общем-то, можете смело отдыхать. Куда ехать? Вы знаете, вы знак воздуха, и вас занести может куда угодно. Вот поверьте. Каким-то образом вас ставить в какие-то рамки. Я, наверное, скажу так. На что хватит денег? Самое главное – сохранять спокойствие, и все будет хорошо. Вообще, близнецы, это последний месяц лета. Дети в школу еще идут в сентябре. И неважно, есть у вас дети, и идут в школу ваши дети, или там какого-то соседа. На постсоветском пространстве народ еще празднует или же гуляет летом. Поэтому расслабляйтесь, отдыхайте. Удачи! Раки, дорогие мои раки, вы мои хорошие. 2019 год, лето, тепло, уютно там, где вы находитесь. Я надеюсь, что вы услышали мои советы, которые я давала. Разгребли свои завалы дома, в гаражах, где-то на дачах. Потому что, ну, вот как-то вы любите все к себе, все к себе. Обрастаете вы, к сожалению, и новым, и старым. И редко от этого избавляетесь. Потому что у вас так много направлений, так много увлечений. И вот все то, что находится в ваших шкафах иногда, оно вроде как может пригодиться. Август месяц для вас, мои хорошие, это будет наиболее активный месяц в финансовой области. Август это удачный период, чтобы даже не получить, а потребовать. Ну, потребовать. Ну, коль вы работали, ну, это не значит, что прийти и сказать, вы там отдавайте деньги. А просто прийти и мягко, красиво. Только, ради бога, с улыбкой, не оскалом таким, знаете, вот есть такие хитрые улыбки, я их очень часто встречаю. А вот на все 32 зуба попросить оплату за сделанную работу. Если где-то кто-то вам должен. Вот можете тоже составить списочек, потому что бывает иногда ракам очень много должны, и они очень часто стесняются. Да, да, вы, мои хорошие, раки, они стесняются. Не все, но основная масса, они как-то, а ладно, там 10-20 рублей, это же такие копейки. Нет, мои хорошие, это не копейки, это ваша энергетика потока финансов. Поэтому их надо вести в каком-то таком, ну, брать, 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 забирать все, что вам надо. Ну, коль человек действительно нуждается, вот тут уж через силу не надо, чтобы, знаете, потерять. Но, тем не менее, хочу немножко вас расстроить, потому что даже если к вам будут идти деньги, какие-то покупки, предметы роскоши, какие-то ювелирные, возможно, изделия на свои пальчики, ножки, модная какая-то одежда, ну, я думаю, лучше повременить и сделать это немножко в другое время. А потому что, во-первых, это знак льва, это огненный знак, а вы воды, ну, вы купите все, что хотите, потому что вода гасит огонь, и если вам понравится какая-то шубка, например, да, норковая, и ваша половинка рядом скажет, что это облезлый кот, а вы не видите, то вы, конечно, можете купить. Я вот настоятельно рекомендую этого не делать, подождите, с шубкой до сентября, или, может быть, даже до весны, если есть что одеть. Ну что, август хорошо подойдет для какого-то, я уже сказала, опять же, мои хорошие, проведите ревизию скопившихся каких-то вещей, блузок, боже, у меня их сколько. Ну ладно, мы шкафы разбираем рак, я свои шкафы трогать не буду, у меня у самой их так накапливается, открывая шкаф, одеть нечего. Расстановка небесных сил вот просто-напросто будет таким образом вас как-то вот загонять вот в эти шкафы, потому что вы начнете готовиться как бы к зиме, поэтому перебирать вот это так или иначе. Ну я вообще, вы знаете, основная масса, очень прошу, раки, милые, напишите, пожалуйста, в комментарии. Некоторые раки начнут разбирать шкафы только потому, что что-то где-то уже начнет сыпаться. Ну вообще месяц хороший. Почему-то вот идет месяц больше такой для воспоминания, для какого-то приведения в порядок своих мыслей. Я думаю, что это очень хорошо, потому что 2019 год уже как бы, вот он приходит на рубеж уже осени, слава богу, вы его прожили, хорошо или плохо, потому что спрогнозировать точно какие-то события, дать советы невозможно, потому что все зависит от года рождения, от даты рождения. Кроме того, среди раков, как и среди всех других знаков зодиака, есть люди, которые просто отдают себя и ничего не требуют взамен. Есть раки, которые отдают и требуют признания, но они сами для этого ничего не делают. Более того, они могут за дверь выйти, когда будут делить деньги или раздавать медали. А есть раки и те, которые, простите, своими плешнями могут откусить все, что хотите. Поэтому удачи, мои хорошие, держитесь, наводите порядок в своих шкафах, вокруг, расчищайте пространство, впускайте в свою жизнь новые идеи, новых людей, новую энергию и займитесь профилактикой костной системы, укрепляйте, потому что я думаю, что вы уже многие почувствовали, даже те, у кого этого не было, таких симптомов, что, в общем-то, ножками, костями надо заниматься. Ну, вообще здоровьем надо заниматься. Удачи, мои хорошие. Лев, львы, дорогие львы, август месяц, лето прошло, вы понежились на солнышке, вы привели себя в порядок, свои когти, свою шерсть. Поэтому можно смело уже стоять на рубеже смены периода, скоро в сентябрь. И неважно, пошли, идут дети в школу, ваши ли это дети, чужие ли это дети. Мы на постсоветском пространстве ждем еще где-то до середины сентября. Но август месяц, он для вас, он будет одним из самых активных. Поэтому вокруг вообще вашего зодиакального знака закружатся такие события, тем более, что вы фавориты, это ваш месяц, да, это ваше время. Вы начинаете отдыхать, вы начинаете праздновать. Вселенная вас выводит, как бы поднимает вот всеми знаками и говорит, вот, пожалуйста, поздравляйте, что хочется пожелать? Спокойствия, переосмысления своей жизни и настроя на будущее. Вот скажу честно, даже иногда бывает, что попадает дата рождения, я не знаю, там на какое-то, например, 2-е, 5-е августа, ну вот эти, да любое число возьмите. И вроде как бы аспекты не те, а вот Вселенная сглаживает вот это вот все. Постарайтесь отметить, отпраздновать позитивом, с хорошими мыслями, с хорошими какими-то пожеланиями себе, себе, нам, родимым. Вот мы львы, что мы дожили, дошли и начинается новый рубеж. Новый рубеж, мы даже астрологи прогноз для каждого знака делают не с января, например, вот 19-го года, а с августа вот 19-го и по август 20-го года. Ну, так принято. У вас начинается именно ваш астрономический год. Это ваше время. Расстановка небесных сил в августе будет вообще благоволить работе, связям с внешним миром, занятиями, физическими упражнениями, спортом. Да, вы посмотрите на себя и скажете, что-то лето прошло, и я зажирел, или ожирел. Ну, я думаю, что вам понятно, надо немножечко, возможно, порцию, пайку сократить, или же пересмотреть свой рацион. Я вот, вполне возможно, до августа я успею сделать какие-то рекомендации по медицинским показаниям, по питанию, они у меня уже есть, я уже набросала. Обязательно посмотрите. Вот для львов я обязательно дам. И очень надеюсь, что я не забуду дать вам информацию, как избегать вот этой вот агрессии, которая нервозность, это даже не агрессия, а нервозность, которая вообще давит. Вот в последнее время просто давит вас до ужаса. Ну, вы знаки огня, ну что делать? Вы горите изнутри, поэтому, пожалуйста, переходите на чистую воду. У меня вот есть знакомые, которые отказались от кофе, но от кофе отказались в силу здоровья. Потом долго плевались с чаем. Я говорю, ну так не пейте чай, пейте водичку с лимоном. Хотите, мед туда положите, мед не люблю. Ну, тогда пейте воду. И вы знаете, очень многие говорят, а вот единственное, что вот этот ритуал, утром поднимаешься, чашка кофе или чая, да, а сейчас перешел. Это здоровый образ жизни, именно так надо просыпаться. Поэтому, вы, мои хорошие, нанейте планы, займитесь здоровьем, уймите вот эту вот нервозность, отправьте ее вообще в старые года и забудьте. Пожалуйста, будьте такими мэнами, леди, чтобы было приятно на вас посмотреть. Вы со своей осанкой, со своей красотой, со своей силой, да вы, вы, мои хорошие, это ваше время, радуйся, гуляйте, отдыхайте. Хотите отдыхать в отпуск? Очень хорошо. Единственное, что если вы все-таки поедете в отпуск, вы не избавитесь от нервозности. У вас будут лев, ведь тоже это хищник, и он чувствует или добычу, или опасность. А вы чувствуете даже малейшее приближение человека, скажем, с которым у вас не очень-то хорошее отношение. Вот его отрицательную энергию, и это вы даже слышите. Поэтому, пожалуйста, отдыхайте, набирайте сил. Вы, мои хорошие, все у вас будет хорошо. Удачи! Агуст месяц 2019 года. Девы, милые девы, мой прогноз для вас. Пожалуйста, слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки, и все у вас будет хорошо. Ну что, астрологическая обстановка летнего, последнего месяца лета говорит о том, что события именно внутреннего плана, они будут преобладать над внешним. Я хочу немножечко вам пояснить, чтобы было понятно. Очень много внутри какого-то такого революционных каких-то взглядов, несогласий. Того, что вам не нравится. Не нравится в семье, не нравится на работе, не нравится где-то в подъезде. Вот вы вышли, а вам не нравится. Но я хочу сказать, что, конечно, Вселенная будет вас аспектировать. Она будет каким-то образом учить вас терпимости. Поэтому, как с этим быть? Наверное, анализировать. Почему? Что не так, что я раздражаюсь. Села. Лучше всего даже взять листочек бумаги, карандаш, ручку, и каким-то образом попытаться что-то рисовать. Если вас раздражает дома что-то, возьмите листочек, нарисуйте. Посмотрите вокруг и посмотрите. Или же просто даже не глядя, просто нарисуйте свой дом, какую-то часть дома. Может, какую-то тарелку, может, какую-то вилку, может, какой-то угол. Поверьте, вы найдете, что вас раздражает. Очень часто просто ничего народ не находит. А просто в это время, вот в эту минуту, в эти секунды, вдруг ни с тобой, ни с сего нас начинает трясти. И я специально говорю для дев. Девы, они очень долго терпят. Они очень долго молчат. Они не то, что они боятся. Деву ничем нельзя запугать. Но дева, она мудрая, она умная. Она смотрит на будущее. А что будет? Она даже не думает об этом, но у нее уже заложена вот эта опция с рождения. Поэтому очень часто вы немножечко сами, когда можно что-то исправить, вы этого не делаете. Но зато потом вы можете кого-то отгрузить, другого. Поэтому вот эти вот внутренние острые углы, несогласия с какими-то вещами, вы даже сами не поймете, что не так. Вам будет казаться, что вы больше всех работаете. Да, мои хорошие. Вам будет казаться, что вас не ценят. Да, мои хорошие. Вам будет казаться, что у вас денег мало. Это да, мои хорошие. И это у всех нас, у всех знаков зодиака. Это и рыбы, и львы, и козероги, и стрельцы. Любой знак назовите, они вам скажут то же самое. Будет очень сильно идти проработка на духовность. Она уже началась, потому что девам немножечко сложновато, но все-таки вселенная, ну, как и многим знаком, подхвартила у них. Они начали воплощать, а если не начали, то значит вина только за вами, значит вы боитесь. Это какие-то и жилищные условия. Это и какие-то ремонты. Это обновление какого-то, скажем, имущественного такого склада. Это могут быть машины, это могут быть дачи, это могут быть квартиры, это может быть мебель, это может быть ремонт. Девы, милые, я о каких-то мелочах вообще молчу. Мелочи для вас это не покупка. А, подумаешь. Поэтому август месяц, очень такой хорошее, удачное время. У вас, кстати, девы, я ни одному знаку не сказала, но девы начнут закатками заниматься, потому что очень многие девы повернутся к какому-то огородничеству, к какому-то садоводству. Я не говорю, все знаки занимаются этим, но у дев как-то вот появится такой вот стимул, они начнут интересоваться. Месяц прекрасно подходит для духовного, как я сказала, самосовершенствования. Чему посвятить или как провести август? Особенно, если это у вас отпуск. Все очень просто, малозатратно. А насколько будет полезно? Есть машина, сели в машину, заодно свою семью, близких, друзей можете прихватить. А можете сами, чтобы не получилось какого-то такого шурум-бурум. Прокатитесь по религиозным местам. Если сложно прокатиться и у вас нет отпуска, сходите в ближайший храм. Это не значит, что там надо молиться, кидаться на пол и биться в каких-то конвульсиях. Я, кстати, недавно услышала программу, один священник сказал, я, конечно, я воцерковленный человек, я хожу в храм, я по мере возможности помогаю, я знаю, что Бог есть. Но он сказал такую вещь, что верующая женщина никогда не разденится даже перед мужчиной-врачом. Ну, слушайте. А второй высокого ранга священник сказал, что церквей идеальных не бывает. А еще один сказал, что вы хотите. Церковные служители – это их работа. Поэтому не обращайте на это все внимание. У вас есть своя судьба, у вас есть свой ангел-хранитель, Бог общий, но свое отношение к Богу у вас личное. Поэтому вам, да, вы вот немножко такие вот фомани верующие. Нет, вы верите, вы верите, вы прислушиваетесь, но пришло время, когда действительно надо перерассмысливать, особенно те, кому за 40. Эти, которые помоложе, они сейчас будут хихикать, скажут, кто же мне наговорил и всякой ерунды. Но, мои хорошие молодежь, для вас это пока еще ерунда, потому что у вас свои цели, своя вера, свои задачи. С этим вы пришли к нам, к нам, в социуме, вернее. Ну, я несколько старше. Будут у вас интуитивные способности. Оно не так просто. Вы начнете верить в сны, начнете в приметы. Вы знаете, вот как никогда вы… Вселенная будет вам подкидывать такие варианты, когда будут некие приметы, в которые вы будете верить. Особенно вы даже будете искать в интернете или делиться с друзьями. Ну, что, мои хорошие, в другое время вы можете делать, у которых очень проявлен эгрегор более высокого уровня, они начнут сталкиваться с какими-то необъяснимыми явлениями. Время другое. 2019 год идет, будет смена даже собственности, если хотите, потому что 2017 год мы уже прошли, но на эту тему я буду потом делать ответный материал. Удачи! Дорогие мои весы, 2019 год, август месяц, лето. Вы отдохнули, подсушили свои тарелочки, почистили. Август будет для вас достаточно таким неплохим. Вы сможете встретить огромное количество друзей, вы будете с ними встречаться, старые приятели, знакомые, которые долго не видели. Это некое такое возвращение к отношениям. Некоторые отношения вроде как бы себя изжили, но встретились и есть о чем поговорить, что вспомнить, а тут еще и какие-то точки соприкосновения будут находиться. Астрологическая обстановка заставит вас, она как бы подтолкнет вспомнить о каких-то прежних делах, каких-то планах, которые просто как-то вот сами собой, мозг их вспомнит, а руки начнут что-то, может быть, доделывать или что-то вы будете переосмысливать. У вас появятся какие-то дополнения, какие-то... То есть вы на это все взглянете совершенно другим глазом и увидите некие, скажем так, варианты решения или же продвижения. Я хочу сказать, что то, что вам раньше казалось вообще невыполнимым. Я знаю, что прошлое лето 18-го года было очень сложным. Для некоторых весов оно было просто непонятно, то ли эту тележку тянуть, то ли ее оставить. Все раздражало. Нехватка денег. Вроде вот они, и тут раз, и их нету. Ну, что делать? Сейчас более время такое позитивное. Можно осуществлять все, что вы хотели задумать, но только на то, что стоит на реальной почве. Объясню, что если вы захотите сейчас... Ну, такой вариант немножко, примеры не совсем, может быть, но он более... Как-то сможете свои мечты к нему приблизить. Если вы захотите создать сами корабль космический, ну, понятно, что этого вы не сможете. Даже если вы сможете, то вряд ли вам кто-то позволит, потому что на это тоже есть монополия. Ну, вот что-то такое, вы знаете, неосязаемое, вообще недогоняемое, или даже никому не нужное. Ну, вот это вот будет только в мечтах, в каких-то оно может и остаться. Что еще? Не исключено, что в августе месяце вы для себя откроете новое направление. Вообще, если брать август-мисус, то для весов это некое такое время для какой-то информации, тем более, что весы, понятно, да, что за знак. К вам будут, телевизор на кнопку нажмете, опа, это вам интересно. Где-то сидите, кого-то ждете, попалась какая-то листовка газета, вам это интересно. Встретили какого-то человека, вам это интересно. Я бы даже рекомендовала записывать, потому что будет очень много интересной информации, которая вполне может иметь реальное воплощение. Удачи, мои хорошие. Все будет хорошо. Скорпиончики. Дорогие мои скорпиончики, август месяц, 2019 год. Время идет вперед. Уже вот последний месяц лета. Вы знак воды. Поэтому я думаю, что вы отдохнули. Август для вас достаточно такой позитивный. Вы сможете проявить свою активность. Вы сможете что-то начать продвинуться в профессиональной сфере. Это как по основному месту работы, так где-то что-то попытаться и поменять. Единственное, что это конец лета. У нас еще сентябрь. У нас еще все постсоветское пространство ждет, пока дети пойдут в школу. И не важно, что это дети не наши. Главное, чтобы они пошли в школу. Ну вот так как-то мы работаем. Поэтому встречайтесь. У вас будет очень хорошее время в августе месяце разрешить или решить, или вообще закрыть некоторые проблемы. Вы можете разработать некую стратегию для достижения своих целей, потому что информация к вам будет идти. Вообще очень хорошее время решать какие-то проблемы, потому что август месяц – это знак огня, выводичка. Поэтому где-то, если что-то, вы можете, скажем, погасить. Но, пожалуйста, не превышайте свои полномочия, потому что Лев, он тоже такой, может получиться, хороший конфликт может получиться. Или же такая хорошая внутренняя война. Поэтому этого нам не надо. Удача будет много зависеть, конечно же, от вашего поведения в обществе. Вы имейте в виду, что Лев, он тоже хозяин Августа Лев, он тоже знак огня, он достаточно агрессивен. Ну а вы тем более смотрите, будьте в гостях, пожалуйста, культурнее. Почему говорю таким образом? Потому что очень захочется первенства. Вот скорпионом очень захочется всего и сразу. Я думаю, что всего и сразу не получится. А вот если у вас будут прекрасные манеры, если у вас вы включите свое обаяние, если у вас будут четко поставленные задачи, то август месяц вам просто даст людей, я бы сказала, влиятельных, каких-то покровителей. Но опять же, научитесь вы пользоваться с ними, научитесь общаться с этими людьми-покровителями. Возьмите хотя бы телефончик и скажите, что я вам позвоню. Но он скажет, звоните, но не забудьте. Потому что лень, даже это не лень, я не могу даже объяснить, что это такое. Это некое такое... Будет дело стоять, но не всегда позвонят. Поэтому, пожалуйста, берите вот это на вооружение, решайте, меняйтесь. Мы уже ходим скоро в осень, поэтому вообще у вас все будет хорошо. У вас гости. Астрологическая, как вам сказать, активность вокруг вас будет... Все захотят окунуться в вашу теплую вот эту водяную атмосферу. К вам будут приходить гости, родственники. И наладьте с ними отношения с друзьями. Кстати, я бы рекомендовала скопионам позвонить ужаленным друзьям и спросить, живы они или нет. Потому что сейчас очень хорошее время для того, чтобы не оставлять сзади себя кладбище таких потерянных или укушенных людей. К сожалению или к счастью, 2019 год уже перевалил, да, большую, скажем, уже за больше, чем полугода прошло. Это восьмой месяц. И, в общем-то, ведется некий такой итог, подведение итогов. И чтобы вы в свой день рождения вошли уже так, как надо. Хорошо, мои хорошие? Удачи! Стрельцы! Мои хорошие, дорогие стрельцы! Август месяц 2019 года. Это ваша стихия. Это бал правит лев, знак огня. Поэтому вы можете смело быть фаворитами этого месяца. Этот месяц вообще очень хорошо подходит для самообразования, для получения образования. Возможно, вы куда-то захотите поступить, потому что это август, может, это курсы, а может, вы уже подали документы и вы прочтете на доске института, что вы зачислены. Поэтому это очень-очень такое хорошее время. Это тоже некое такое начало нового и подведение старого. Поэтому для вас будет настолько будут открыты вот эти все границы. Ваш кругозор на протяжении всего августа будет расширяться, пополняться. Вы будете что-то познавать, вы будете что-то видеть, вы будете искать какие-то методы, может быть, в работе, чтобы улучшить вот эту работу, чтобы она, может быть, была лучше, быстрее. Ну, у каждого свои какие-то нюансы. Поэтому вы будете именно перечитывать или же пополнять базу, вот эту основу своих знаний. Хотя, скажу честно, вы вот за это схватитесь, будет немножко сложновато. Это могут быть даже какие-то такие, вам будут где-то финансовые, возможно, могут быть какие-то. Но это больше всего мозг будет блокировать и же Вселенная будет ставить какие-то немножко припоны, потому что, ну вы мои хорошие, у вас так столько времени, как говорится, Вселенная пытается как-то вот выровнять, чтобы вы никуда не выходили. А тут вот вам столько таких вот возможностей. Я думаю, что надо проявить вот тут, надо проявить характер и доделывать то, что вам будет интересно, за что вы возьмете. Вообще, небесные силы в августе будут очень благоволить ученым, людям, преподавателям, то есть людям, которые не просто преподают, а которые еще занимаются учеными какими-то трудами, исследованиями. Вот имейте в виду, потому что у меня есть несколько стрельцов, и я вижу, как они, они бедные вообще, они негодуют, они готовы уйти с работы только потому, что все как-то стоит, не движется, никто ничего не хочет делать и их не слышат. Вот это вот то время, когда вас могут услышать. Представляете? Вот давайте, 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 открывайте свои вот эти сундуки, где-то в бумагах, где-то у себя там в мозгу, вот эти вот все идеи на бумагу и вперед. Вообще, это будет очень хорошее время для хороших таких каких-то известий. У многих стрельцов есть возможность сотрудничества с заграницей, с зарубежом. Если это ученые, пожалуйста, налаживайте связи, приглашайте каких-то переводчиков, потому что если вы не в состоянии сами это сделать, заводите какие-то аккаунты. То есть, ну, давайте, 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 особенно те, кому уже за 40. А единственное, что хочу предупредить, вот стрельцы, которые у нас находятся предпенсионного возраста, особенно мужчины, это, конечно, сложно. Такой период их носит прямо непонятно куда. Многие выпивают, многие нервничают, многие срывают агрессию, скажем, и на работе, и в дороге, и дома. Что касается женщин-стрельцов, то это вообще, это и агрессия, это агрессия на грани какого-то хола, потому что с одной стороны агрессия, с другой стороны нервозность, с третьей переживание, и вот оно все вот как-то вот в таком вот клубке, это достаточно сложно это как-то развязать. Я думаю, что вы должны понимать, что идет проработка тоже на духовность, и вы должны с этим справиться. Анализируйте все, что с вами происходит, анализируйте. Не с того вдруг стало плохо, мозг начинает откуда-то доставать какие-то проблемы. А, это вот там я где-то что-то взял, или я там где-то что-то не доделал, или еще больше я там где-то что-то украл, а там кто-то стоял. Не вытаскивайте, не ищите проблему. Значит, давайте себе слово, что этого больше не будет. Ну, хотя это достаточно сложно, если у вас есть такая опция. Ну что, мои хорошие, у вас будут гости, это как близкие, так и дальние родственники, и вы встретите давних, старых друзей, подруг. Это могут быть завязаться некие отношения, потому что вот чего-чего, а отношений в огне любви стрельцы могут сгореть. Ну, держитесь, мои хорошие, это ваше время тоже, в общем-то. Кстати, можете очень неплохо отдохнуть, шикарное время, но единственное хочу предупредить стрельцов, которые гасят пламя огня внутри себя спиртными напитками. Прекращайте, потому что проблемы со здоровьем у вас уже идут, и особенно я возьму вот последние года полтора-два, для некоторых, для большей половины стрельцов, кому где-то, скажем, за 30, а те, которые за 60, это вообще мрак, это уже начинаются какие-то психозы. И, мои хорошие, мало вас кто любит за это. Меняйтесь, не обижайтесь, мои хорошие, удачи вам. Козерожки, мои дорогие козерожки, мои лапушки, хорошие мои, август месяц 2019 года, да, вот, хорошее время, но, вообще, если говорить о августе, хорошее время, это лето, это последний знак лета, вы знак земли, август месяц, это знак огня, поэтому, конечно же, месяц будет таким немножко нервозным, это могут быть какие-то ссоры, это могут быть какие-то недоразумения, это могут быть какие-то неприятности с законом, причем, я бы рекомендовала, я всегда обычно говорю, созерцайте, созерцайте вот это все, у меня сын козерог, я, ну, он настолько за все переживает, ну, вот, вроде как бы, я уже за какое-то время добилась, я говорю, ну, ты посмотри, ну, никому же ведь ничего не надо, да, кто-то покурил, кто-то помочился, никому не надо, да, бедный переживает, даже приходит и говорит, мама, там вот опять кто-то, мои козероги, не будет так, как вы хотите, потому что люди все разные, к этому, конечно же, надо стремиться, козерог это хороший чиновник, хороший руководитель, достаточно справедливый, достаточно требовательный, иногда бывает до такого агрессивного состояния, когда он видит, что что-то стоит, ну, чего, что есть, то есть, вот август месяц, я рекомендую, просто от всего отрешиться, если есть возможность отдохнуть, взять отпуск, нет возможности, значит, немножечко заняться своим внутренним миром, возможно, вам самим, то есть вы будете волей-неволей, вы знаете, вот я сейчас говорю, взять отпуск, но, к сожалению, аспекты, так Вселенная устраивает, что, если вы будете сами виноваты, значит, все будет зависеть от вашей честности и порядочности, если вы будете куда-то втянуты, опять же, будет зависеть от вашей честности и порядочности, хочется дать только один совет, вы соблюдайте вот эту вот середину, да, вот чаша весов, фортуна, да, она должна быть, будьте честными, будьте честными, и тогда, я думаю, что все будет нормально, потому что у вас именно август месяц, вот какие-то могут быть, те козероги, которые, возможно, работают, где-то подрабатывают, где-то что-то, будьте тоже максимально корректны, максимально внимательны, потому что это могут быть какие-то, такие не совсем хорошие вещи, это подставы, потому что особенно те, кто вообще нигде не работает, и имитирует, да, что скрывает, это, конечно, будет, может быть хлопотно. Август месяц будет удачным для возврата каких-то долгур, это самое благоприятное время, будет потребовать возврата с ваших должников. Вы можете, конечно же, быть втянуты в какие-то судебные тяжбы, но, опять же, надо смотреть, а кто должен. Если это будет лев, то, я думаю, в августе он вам вряд ли ничего даст, а наоборот, вы можете еще и быть каким-то вымогателем перед законом, поэтому очень-очень важно соблюсти вот это вот все, как надо. Без бумажки в моей козероге вы букашка, и я, впрочем, тоже. Возможно, вы вернетесь к каким-то старым своим проектам, которые, или же поменяете какую-то стратегию работы, приработка, получения вот этих вот денег. То есть, как расходы, так и заработок у вас обретут некое очертание. Ну, я могу предположить, что это может быть разделение денег. Вот, наконец-то, это сюда, это сюда. Что касаемо козерогов, то очень-очень сложное у них тоже такое время непростое. У них сейчас вернулась планета Сатурна в сентябре, в декабре семнадцатого года. Она инспектирует самих козерогов, это точно. Это духовность, это на какое-то свое место в жизни, это отработка кармы. И, как я говорю, вы сами знаете, чем вы напичканы изнутри, что хранит ваш мозг и что умеют ваши руки и на что вы способны. Поэтому надо меняться. Это идет именно требование чего-то где-то менять и идти, выходить уже на свою стезю. Особенно козероги, которые могут уже под 30, за 30, их, конечно, может получиться, скажем так, сильно. Но что, мои хорошие, надо, надо чего-то делать. Я не говорю именно, что именно август вот таким будем жестким. Но то, что вам кто-то где-то чего-то попытается не доплатить, это однозначно. каким образом вы будете эти деньги брать, я не знаю. Дам совет. Дам совет как руководителя. Если у вас есть какие-то договоренности по выполнению какой-то работы, оформите это на бумажке. Пусть это будет бумажка, что вы, Иванов Петров Сидоров, я не знаю, договорились посадить 100 диреков вокруг автомобиля вашего заказчика. Пусть это будет. Именно даже нарисуйте вот этот кружок и расстояние между которым, поверьте, оно вас спасет. Потому что когда есть бумажка, то оплата она может быть любой. Вы можете сказать, что это залог подальше или еще что-то. Даже у себя на бумажке ой, чему я вас учу. Все, удачи, Козероги. Удачи, Козероги. Все у вас будет хорошо. Август 19-го года Водолеи. Водолейчики. Знак воздуха. Хорошие мои. Я очень люблю знак Водолеев. Я очень люблю мужчин Водолеев. Они статные, они умные, они хорошие рассказчики. Женщины очень красивые, миловидные, высокие. Такая, знаете, славянская красота. Ну что, мои хорошие, читайте, смотрите, слушайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, август месяц это будет наибольшее такое проявление вашей активности. Это последний месяц лета, осень впереди, сентябрь. С работой, немножко с каким-то подвижением планов будет какая-то такая заминка, оно и понятно. Все постсоветское пространство будет детей в школу отправлять, и не важно, на что у кого-то нет детей, да, и они не школьники, но мы все ждем. Вот так вот устроено, так и хочется сказать, издавна на Руси. Ну, вообще, я хочу сказать, что деловая сфера ваша будет двигаться, ваши личные какие-то отношения, надо будет, конечно же, немножко больше проявлять какой-то активности, какого-то напора, аргументированности, я бы сказала, потому что будет еще, это все-таки август месяц, я сегодня пишу, у нас февраль на улице, 27 февраля, кстати, поэтому будет и жарко, и будет это знак еще август, хозяин августа, знак зодиака лев, это огонь, а вы ветер, поэтому, конечно же, везде, где вы будете переходить с какими-то вопросами, выяснениями, и если будут какие-то терки или недоразумения, то, конечно, вы можете, вы даже сами не заметите, как можете устроить пожар, то есть, представляете, вот такая вот огненная огонь и ветер, да, но вы можете и погасить, вы можете и, скажем, что-то там сжечь, или же мосты куда-то, или же вообще сжечь и дайбут все вокруг себя. Что ждет водолеев? Водолеи, кстати, если говорить о мужчинах водолеев, то, как правило, они практически, я, когда мне говорят, что мужчина водолей, я говорю, господи, как же его тяжело было довести до пенсии и, скажем, до старости, потому что они достаточно, скажем, тяжелы в семейной жизни, но хочу сказать, что многие водолеи, которые потеряли, развелись, то в августе это может возможность быть предоставлена, возможность встретиться со своими старыми супругами, женами, я, ну, а возможно и человека, с которым вы просто, скажем, были у вас какие-то долгие отношения, поэтому это не обязательно подруги, это могут быть люди, которые вам нравились, поэтому это хорошо, это хорошо, вот Вселенная нас, я вот смотрю по всем знакам Зодиака, которые я делаю, Вселенная нас как бы в августе разворачивает всех обратно и мы должны доделать все то, что мы не доделали, где-то что-то, особенно это будут те люди, с которыми у нас остались какие-то на астральном уровне недоделанные дела, понимаете, что вроде как было терпит, ну и ладно. Ну, во-первых, вы поймете, что привело, может быть, не надо было расставаться, а некоторые, наоборот, встретив свою половинку, скажут, ой, или ты не своя, ну, какая разница, муж, женщина или мужчина, скажут, как хорошо, ну, годы прошли, поэтому по внешности не судите, а судите по отношениям, как у вас сложилось сейчас, по-любому всегда мы теряем, представляете, мы начинаем дом строить на открытой местности, да, в каком-то боре, в каком-то болоте, оставляя где-то то, что, или разрушить то, что строили вместе. Ну, такова жизнь. Ну, что, кстати, может быть, может быть возобновление связей, связей старых. Вообще, 2019 год, он очень такой для водолеев знаковый, некоторые водолеи могут вернуться в свои семьи, некоторые вернутся и их примут, некоторым, к сожалению, укажут на дверь, потому что, ну, как говорится, так ли были звезды. Надо смотреть, исходя из года рождения, даты, времени, вы понимаете. Что касается деловых связей, то будет у вас такое, как бы, сотрудничество, вроде и, то есть, оно должно получиться, но почему-то не получается. Причины, вы знаете, вы даже сами не сможете объяснить эти причины. Я вам уже вначале сказала, август знак стихии огня, а вы знак воздуха, знак информации и прочих, скажем, вот таких вот удобств для знака огня. Вы, сказать, что кто-то с вас, вообще знак зодиака, вообще водолей или же знак стихии воздух, это самый такой знак неуловимый, это самый такой, вас сложно запереть где-то в какой-то комнате, в какой-то баночке. Я не знаю, как с вами можно, как вас можно взять вот в какие-то такие руки и держать и направлять по жизни. Поэтому астрологическая ситуация этого периода как бы рекомендует возобновить попытки делового контакта вообще все, что было ранее, то есть понимаете, да, вот деловые контакты, некоторые, вот у вас как-то жизнь, она сама повернет вселенной и скажет, а вот иди, вот и там был, вот там вроде было неплохо или же даже вам захочется куда-то вернуться, не бойтесь, возвращаться, особенно, что касается работы или каких-то личных отношений, попытка, не пытка, у вас все будет хорошо и вообще август месяц достаточно неплохой, чтобы отдохнуть, чтобы наладить или же решить какие-то давние проблемы, потому что вот просто-напросто вселенная возвращает вас обратно, обратно, вернуться по жизни своей, обернуться обратно и не то, что прожить ее заново, а некоторое возможно и будет берегить свои раны, а именно закрыть какие-то вопросы. Вот как-то август, он таким становится, как бы таким шлагбаумом, а дальше пока я вас не пущу. удачи. Август месяц 2019 года, рыбы, рыбки, мои золотые рыбки, я вас обожаю, прелесть, у меня стоит аквариум, вот я сейчас пишу февраль месяц за окном 27 число 2019 года, у меня аквариум напротив, у меня рыбки пугай золотые, они поцелуются, то они дерутся, то они мило рядышком стоят и смотрят на меня, они думают, что я с ними разговариваю, август месяц это такое хорошее время, чтобы обратить внимание на свое здоровье, запланировать на август какие-то процедуры, это профилактика, это возможен какой-то санаторий, это может быть отдых где-то на море, это может быть вообще даже просто банальное хождение по земле, вам это будет такой плюс в вашу карму и в ваше здоровье, что вы просто не представляете. Конечно же, август месяц даст некую агрессию, потому что август это знак огня, рыба это вода, конечно, вот это погасить кого-то или же кого-то поставить на колени, некоторым захочется. Милые мои, хорошие, конечно же, не все рыбы, не все золотые, жизнь иногда такова, что мы рождаемся с какими-то опциями, со своими эгрегорами, очень много рыб, которые плачут и помогают, которые сочувствуют, которые сострадают, которые могут отдать последний рубль, снять последнюю рубашку, но если где-то что-то касается их, то, конечно, мне нравится такое выражение белорусских, хаваися убуду. Вот именно август месяц я бы рекомендовала заняться своей. Вообще надо было еще с мая месяца начать какую-то профилактику, потому что у рыб немножечко сложное такое время, очень многие рыбы, особенно по году, я беру со своего такого опыта, как все знаки, это не только рыбы. Я почему рыбам всегда очень много рассказываю, потому что это знак мутабельный, очень многие имеют в не очень хорошем положении черную луну лилит, наряду с какими-то такими знаниями, это и астрология, это и оккультные науки и прочее, и прочее. Я очень хорошо это понимаю, но я очень этого боюсь, несмотря на то, что я когда-то пережила клиническую смерть, причем не один раз, я хожу в храм, я помогаю насколько могу, я не беру за это денег, я не умею брать деньги, я не ставлю никогда в углу деньги, я помогаю деткам больным, особенно если где-то что-то прогноз, я вот хочу сделать прогноз, я думаю, что у меня, если вы в августе или июле будете это смотреть, то поищите, я его планирую сделать за период поста пасхального, это очень важно, что касается рыб, я очень-очень много смотрю рыб, и если у вас не отмечено в натальной карте, или же отмечено, и у вас есть эти способности, милые мои, старайтесь не обидеть мышь, потому что это настолько чревато, совсем прожить вот так вот не наследив, не получится, но надо настолько соблюдать вот эту вот грань, она настолько тонкая, вот вам идете, или за забор упадете, или непонятно куда, да, и вот это балансировать очень-очень сложно, поэтому август месяц будет нервозным, захочется где-то возобновить какие-то ссоры, где-то что-то кому-то доказать, некоторые рыбы будут втянуты в судебные процессы, я хочу сказать, что не все получится, так как у некоторых сменилась вот сфера, особенно если, вы знаете, вот очень странно, очень много рыбы конфликтует сами с собой, одна рыба, вторая, третья, пятая, вот возьмите пять рыб, вы знаете, что через месяц там плавников не найдете, вот просто проанализируйте вот это вот дело, я как-то вот рыбами достаточно плотно занимаюсь, потому что у меня очень много клиентов, подруг, друзей среди рыб, они вот интересно, они всегда делятся, они где-то что-то прошли, там где-то что-то им показалось, они где-то звонят, люди спрашивают, и мы это все обсуждаем, и, ну, что делать. Поэтому август будет очень удачен для накопившихся каких-то дел, но это те дела, которые, может быть, потом, может быть, где-то что-то на работе, постарайтесь никуда не влезть, не втягивайтесь вот в это все, даже если будет какая-то ситуация, вроде как, которая сподвигает вас куда-то что-то забрать, отнять, вы знаете, что перетерпите, потому что не всегда вот именно август месяц может вас спровоцировать на какие-то такие дела, где вы можете выглядеть не очень-то, скажем так, красиво. так, что еще? Ну, какие-то, ну, работа, дом, работа, отдых, очень полезно в санаторий съездить, полезно где-то понежиться на море, полезно вообще, то есть профилактикой заняться однозначно. Очень было бы хорошо, если бы вы стали заниматься своим здоровьем, вырабатывая, заставляя свой организм, чтобы он вырабатывал энергию, потому что очень много рыб зашлакованных, особенно рыб, которые уже вот за 30, под 40, и вы не смотрите, что милая, красивая женщина-рыба, которая идет стройная, у нее, поверьте, у нее здоровья очень-очень мало рыб, практически здоровых нет. Они все зашлакованные, а если они еще где-то есть, и вот эта вот зависть, вот это вот, все вот эти вот опции, у рыб, я представляю, сейчас некоторые рыбы могут написать, да что вы пишете, да я не такая, вы знаете, что в семье не без уродов, поэтому такие тоже есть. Не надо браться, как я уже сказала, ни за какое новое дело, пока, во-первых, не закончите какую-то текущую свою работу, а вообще, что касается рыб, то время как-то вот, оно разделилось следующим образом, часть рыб была плохо до каких-то всем, а то и 20 лет, а сейчас вот она идет, смена как-то вот по годам идет, особенно все то, что ближе к 50, или же вот на рубеже уже 51-го года, это очень такой, это, наверное, где-то 69-й год, вот это вот время, идет переоценка ценностей, вселенная всячески будет вас толкать, идти помогать людям, сострадать, идти в храм и так далее, вы сразу не будете понимать, потому что мозг будет несколько перегружен и непонятно куда и кому вообще дать или рассказать эту информацию, сказать, что вы кукун, я вам дам такой совет, начните вот именно со своих домашних, потому что домашние больше всего погрызенные нами рыбами, да, поэтому милые рыбки, давайте-ка останавливаться, август месяц будем наводить порядок в своем внутреннем мире, в доме, вот там, где мы вокруг живем, ну и будем, пойдем в сентябрь, потому что в сентябрь все-таки еще дети в школу пока отправят, все постсоветское пространство, я, и не важно, что у нас нет детей, мы тоже совсем бывшим СССР, а сейчас каждая республика отдельно, мы тоже отправляем детей, мы ждем, такое впечатление, что мы стоим и смотрим, как они идут с цветами, потом где-то с середины, а потом, если это торговля, мы понимаем, что денег нет, да, у людей мы ждем, пока они получат зарплату, или нам выплатят зарплату, и немножко жизнь как бы тормозится, не тормозитесь, наводите порядок внутри дома, внутри себя, вот эти все острые углы, не будьте мнительными, и перестаньте заниматься интригами и сплетнями, вот, что касается вот этого, то это любая рыба, она умеет очень-очень хорошо позиционировать свою точку зрения, только есть рыбы, которые стараются как-то не исказить, но все равно что-то где-то вот кто-то приносит. Удачи, мои хорошие, всего хорошего.